Привет всем любителям хороших телешоу. Всем любителям приключений. Привет всем, кому с нами по пути. Сегодня вроде бы четверг, но все-таки что-то в нем есть магическое. У тебя вот с чем ассоциируется четверг? Четверг обычно это рыбный день. Классно, вот ты и придумала тему этого выпуска. Тем более, я по знаку зодиака твердолоб, в смысле... Толстолоб? Рыбы! Рыбы! Ну, а вам, дорогие наши телезрители, наши любимые карасики, мы расскажем то, как поймать рыбу, на что ее ловить, какие снасти подготовить, ну и как вкусно приготовить пойманную рыбку. Мы начинаем прямо сейчас. Погнали! Я попал в тот мир, в котором вообще ничего не понимаю. Это для меня абсолютно все сложно. Ново, очень интересные все эти вот новомодные, я бы их назвал бы, серьги. В общем, о всем том, что мы здесь видим, нам расскажет сегодня Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Что у вас продается и что это за отдельный для меня странный мир? Продаются рыболовные снасти. Выбор есть как и по мирной рыбке, так и по хищнику. В наличии есть как и металлические приманки, так и воблера, так же и силиконовые. Значит, у нас в городе есть парень, зовут его Денис. Вот его продукция, пилкера. Это металлическая приманка для ловли хищника. То есть, чтобы вот такой пилкер заглотила рыба, она должна быть тоже внушительной их размером? Не обязательно. Иногда рыба гораздо меньше, чем наживка. То есть, не по размеру берет? Большой, крупный воблер берет хищник гораздо меньшего размера, чем сама наживка. Она просто о себе хорошего самомнения, эта рыба. Вот что перед нами висит, вот об этом рассказать. Монтаж называется метод. Это для донной ловли мирной рыбы. Для этого необходимо иметь еще методную прикормку, которая будет крепиться. То есть, для меня принцип работы. Вот эту штуку мы как-то крепим вот сюда. Для того, чтобы ее закрепить, нужно сначала ее замочить. И дальше она приобретет легкую клейковину, которая будет крепиться на этой кормушке. Это что за паштет? Это консервированная натуральная кукурузка. Это наживка на крючок. Ее можно использовать как на крючок, так и на волосяную оснастку. Вот смотрите, вот сейчас здесь и крючок, это волосяная оснастка. Вот этот? Нет, нет, вот волосок. Вот это вот внизу? Да, это ловля мирной рыбы на болос. Будьте любезны, это вот желтые шарики. Значит, эти желтые шарики, это плавающий бойл фирмы Траппер. Цена им 130 рублей. А за что он отвечает, что он делает? Это вот мы только что касались волосяной оснастки. Вот он, вот она, волосяная оснастка. Этот бойлик, надо иметь инструментик, сверлышко и крючочек. Засверлить его, крючочком протянуть и поставить стопорочек. Вот и все. Это как еда? Это наживка. А, вот все, спасибо, для меня было понятно. Это наживка. Александр, почему такие пестрые поплавки? Это для того, чтобы все-таки только рыбак видел, либо рыба тоже как-то реагирует? Давайте разберемся. Давайте. Человек – это одна из тварей, которая видит в цветном изображении. А рыба, к сожалению, только в черно-белом. Я не знал. Да. И все вот эти вот заморочки с цветами – это не для рыбы. Для людей. Это для людей. Тогда почему делают и такие яркие вот то, что за вашей спиной? Я забыл, как она их уже называется. Ну, вот самая популярная из цветов – это так называемая кислота. Ну, салат была такая, да? В последнее время все больше и больше мнений, что именно на кислотный цвет… Реагирует рыба. Реагирует рыба. Хотя она видит в черно-белом цвете. Хотя вот это идет вразрез с тем пониманием, что она видит в черно-белом изображении. Наживка сама по себе – это один из элементов. Он без прикормки – это только часть рыбалки. Как правило, это для мирной рыбы. И на свою рыбу разные ингредиенты. Вот, допустим, если это карась, карась-опарыш, карась-чеснок. Чеснок? Да, это чеснок – это самая популярная прикормка с чесноком. Серьезно? Да, да, да. Вот на леща, лещ миндаль. Это на белую рыбу. Миндаль, пожалуйста. Интересные у них запросы у этих рыб. Ну, вот чтобы это… Вот есть такие, как сладкая, допустим, карамель и клубника. Как будто в кофейнике. И клубника. И клубника? Да, это предпочтение более карповых. Карп, я извиняюсь, у нас губа не дура. Это губу на крючок. Это обычная штекерная, штекерный спиннинг с большим тестом для донной ловли. Да, Оля. Здравствуйте, заходите. Мы еще пока чуть-чуть… Вот зашла постоянная клиенка, Оля, рыбачка. Оля, здравствуйте. Из немногих, кстати, женщин, девушек, которые рыбачки. У нас принято считать, что только мужчины рыбаки. Что хорошего в рыбалке? Что вы там вот находите своего? В принципе, это азарт. Потому что есть мужчины, которые ходят в казино, еще куда-то ищут эти ощущения острые, а тут тоже сидишь интересно. А вы сейчас зачем пришли? Что будете приобретать? Крючки. Расходный материал, как я уже выяснил. Хорошо, покупайте, мы пока подождем. Александр, это огромный, отдельный, большой мир. Вам большое спасибо, что вы хоть немного нам приоткрыли дверь в него. И последнее, если вы не против. Вот очень для меня удивительная фигура. Это что такое? Громко звучит, оно громко звучит, как ракета. Да, похоже. А по большому счету, это просто коробочка или контейнер для доставки в нужную необходимую точку при кормке. Давайте я вам покажу, как это все работает. Давайте. Через карабинчик мы его крепим к спиннингу и забрасываем. Но предварительно, да, оно летит. Именно оно так и забалансировано, что именно этой точкой ударится об воду. Что произойдет при ударе? Вот оно раскроется. Но предварительно мы сюда накладываем прикормочку. Вам большое спасибо, Александр. Да, не за что. Доброго вам дня, побольше вам клиентов. Пожалуйста, пожалуйста. И спасибо, что нам уделили внимание. Пожалуйста. Все, а мы пока продолжаем. Это вот такой у нас рыболовный путь даже поймали нашего Юру. Юра, Юра. Пока Артем изучает все снасти в рыболовном магазине, у меня тут свои снасти от Насти. Привет, Леня. Настя. Юный рыбак, постоянно на рыбалке. Тебе сколько лет? Ну, шесть. А с четырех ходишь с папой ловить рыбу? Да. Кого уже сегодня поймал? Ну, вот. Кто-то там у нас в ведре есть? Ой. Во, какая рыба. Что сегодня клюет, кроме бычков? Ну, караси по-немогу. Смотри, что за волшебные фрикаделины? Что это такое? Это не фрикаделины, это прикормка. Из чего она состоит? Ну, можно же это состоит из... Вот это прикормка для карпа. Ага. Я вот так ее закидываю. А кто любит карп? Кукуруза, горох. Угу. И так вот по чуть-чуть нужно бросать, чтобы его прикормить. Не, может, вот такой. Куча прикорки. Можно вот целым таким кусочком? Да. Рыба начинает чувствовать это, приблывает, смотрит. Еще одна наживка, еще одна наживка. Например, кукуруза. А карп такой, он по-немогу клюет вот так. Дринь, 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 дринь. Это вот этот вот колокольчик так, да? Да. Делает такой звук, и тогда понятно, что клюет. Да. О, у меня тут что-то клюет. Клюет что-то, да. Сейчас достанет. Как достать? Берешь тебе закатушку, и вот так крутите, начинаете. Моя вторая удочка. То есть, какая удочка, спиннинг? У тебя два спиннинга тут? Да. Из этих четырех, а успеваешь? Да, успеваю. За всем. Вот видите, натяг есть, значит, может быть, есть рыба, если натяг есть. Но это из грузила проявляется. Ага. Когда видите грузила, перестаете. Слушай, на кукурузу я смотрю, что они не очень... Папа, папа, вы рычок своровали. Почему? Дай, дай, глянь. Рыба слишком голодная. Несите черви и опарыши. Несу. Несите. Несу. Сейчас зацепливаю. Черви. Открывайте коробочки. С кого начнем? С опарыши. С опарыши. Два давайте. Ааа, я должна их поймать? Да нет, они... Да такого берите, вот. Ааа. Так. Ага. Вот, насыпил. Теперь червь. Да, я выбираю, потому что я хороший вкус. У тебя хороший вкус на червей. Хороший вкус. Ну, красивый. Ну, такой не пойдет. А чего? Ну, что, не такой красный. Не такой красный? О, вот этот хорошенький. Слушай, у тебя семья такая рыбацкая, да? Сейчас закинем. Мама не любит рыбалку, Миша не любит рыбалку. А почему? Потому что они думают, что рыбалка это неинтересно. Слушайте, это очень интересно. Только если бы еще каждый раз, когда забрасывала ловила, было бы вообще круто, да? Сейчас вот так. Так вот, иди, а то сейчас будет без ушев. О, как хорошо подтянуть. Да, чтобы натяжка была. Вот он. Все? И теперь будем ждать, когда будет звонить колокольчик? Да, но не сразу. Не сразу? А как долго надо будет ждать, а, Лень? Часа три-два. Вот, наверное, это самое скучное, поэтому мама не любит рыбалку, надо сидеть и ждать. Что ты делаешь? Слушай, чей? Это моя. Твоя? Да, вот это. Надо подождать, пока она хорошо... Или это? Потому что сейчас рыба хитрая, она аккуратно проходит эти сериконовые рыбки. Вот сейчас достань. Опять ничего нет. У меня тут всех еду. Слушай, она съела. Она все съела. Ну, а какая хитрая рыба? Тогда, смотрите, вы держите удочку, я насаживаю. А кого будем насаживать? Дайте опарыши. Только опарыши. Ой, я теперь знаю, как выглядят опарыши, но я что-то не решаюсь их потрогать. Да, Боже мой, возьмите! Да они не кусаются вон. Видите? Да, да. Все, я молодец. Еще один дайте. Большой? Да. Как полюбить опарыши? Вот постоянно доставать наживку, да? Так, а на втором, мучки? Леоня, бери меня с собой на рыбалку, я так полюблю червей. А на втором надо насаживать, чтобы не было видно крючка именно. Ага. Тогда рыба поймет, что это просто червь, да? Что можно его есть. Если будет виден крючок... Она не будет есть его. Умная рыба такая, да? Да, она начинает линеть когда-нибудь. Ну, конечно, столько рыбаков, все ловят. Леоня, когда ты был первый раз на рыбалке? Сколько тебе было лет? Четыре. С четыре года. Рыбалку любит папа, да? Нет, я больше его люблю. Лесочку прижал, так? Так, откинул этот дужку в размах. Да я сам! Сам? Давай сам. Отлично. Отлично. Дужку назад. Отлично. Чуть подкрутим. Собрать одну. Да. И аккуратно складываем. Положил. Все, теперь мы забросили и будем ждать, да, Леонид? Да, теперь мы можем ждать поклевки. И как только поклевать, ну, может и быстро. Раз на раз не приходится. Сергей, откуда интерес такой к рыбалке у Лени? Он сказал, что не все в вашей семье любят ходить на рыбалку. Ну да, старший Миша не очень любит на рыбалку. Был пару раз со мной, а его я с четырех лет уже беру на рыбалке. Он с удовольствием каждый раз ходит. Вот самая любимая часть процесса, это что? Это подготовка или все-таки уже здесь, на берегу, на месте? Здесь, на берегу, на месте. Закидывать, вытаскивать, ловить рыбу. Как долго учили насаживать червя? Я попробовала, и все, я уже сдалась сразу. Нет, он быстро научился. Что червя, что опарыша быстро научился насаживать. А что значит? Значит, рыбаками рождаются. Это должно быть в крови, эта любовь? Или это можно выработать как-то, любовь к рыбалке? Мне кажется, и так, и так, но у него это в крови. Стой, 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 Лень. Никогда не знаешь, какую-то рыбу поймаешь. А вдруг 20-литровую сама? А вдруг 30-ти? А если не поймаешь, что тогда? С каким настроением домой уезжаешь? Ну, просто, как всегда, радостно. Какая рыба водится в Дистре? Ну, белый амур. Еще? Сом. Толстолоб. Да, толстолобик. Карп. Карп, лещ, подлещик. Карасики. Да, карасики. А какая твоя любимая рыба? Моя? Ага. Ну, все мои любимые рыбы. А какая самая хитрая рыба? Самая хитрая, это бы чё, знаете почему? Когда он ловится, он пытается в трещину запручить, и чтоб зацеп был. И что, его сложнее всего оказывается поймать? Да. Бычка? Нет, сама сложнее всего. Леня, у каждого рыбака есть своя рыбацкая классная история. Давай делись своей. Забрасываю улыбку, насечника тяну. Слушай, такие маленькие поклёвочки. Думаешь, маленький сударь. А потом, какая такая поклёвка, она вообще половина удочки снесла. Воу. А я быстрый, поймал вот этот край и начал тянуть за леску. И как, руками за леску? И вытянул? Кого вытянул? Ну, и в тот вытянул. Ушла рыба? Ну, не забывайте, у меня ещё есть пацан. Я такой бросился в воду и босаком. Её поймал. Кого поймал? Знаете, кто это был? Кто? Двадцатилитровый... Двадцатилитровый толстолоб. Толстолоб. Слушайте, я теперь после этой истории поняла, что Леонид настоящий рыбак. Чуть-чуть подрастёт, и рыба станет ещё больше, да, в каждой твоей истории. Лёня, вот я на тебя смотрю, вот ты с этим червём возишься, 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 возишься. Вот мне бы уже надоело, я бы психанула и сказала, всё, ну, эту рыбу пойду её в магазине куплю. Тебе это действительно нравится? Мне интересно. А вдруг я сегодня поймаю двадцатилитрового сома? Мне нравятся сомы, потому что у них хорошее мясо, очень вкусное. Самый рыбный сезон года, это когда больше всего рыбу ловится? Лето. Сколько рыбы наловил? Двести пятьдесят. Шо двести пятьдесят? Двести пятьдесят рыб или двести пятьдесят килограммов рыбы? Двести пятьдесят карпов. Карпов. Тихо, тихо, тихо. Ой, боже, мы сейчас зацепимся. Аккуратно. Это. Подожди, дай я спрячусь куда-нибудь. Спрячьтесь, а то я сейчас вас без ушей оставлю. Без ушей дай меня на крючок, интересно, большой сом поймается или нет? Хороший натяг. Натяг хороший, а у меня червь уходит с крючка. Потому что найдите жопу его. А как, я не понимаю, он с двух сторон одинаковый, Леня. Ну там, где больше всего шевелится. Короче, ответственное задание. Зацепить червя на крючок. Леня, у тебя крутая речная рыбалка и небольшой поклев был, да, сегодня? Но это было все-таки круто. Рыба твоей мечты какая? Вот твоя мечта. Ну давай тогда желание загадывать на эту рыбку. По щучьему велению, по Лениному хотению, поймайся сегодня. Вот такой вот карп, да? Да, пожалуйста. В каждом городе есть место, встречи, которые изменить нельзя. Где-то возле памятника, где-то возле библиотеки. Ну а в бендерах, если ты хочешь кого-то найти, то ты приходишь на рынок. Центральный рынок, особенно если ты не рыбак, то за рыбой непосредственно сюда. Да, мы сейчас ждем нашего гостя, который о рыбе и не только о продуктах знает все, поможет там сегодня приготовить. Мои невидимые часы. Вкусно. Но только ты. Рыба твоей мечты. Спасибо. Не знаю, я с карасем никогда не дружу. Моя мама любит карася, они жарили раньше, такие довольные. Как семечки. Для меня это очень сложно, потому что очень много для меня костей, по крайней мере. Вы знаете какой-то способ, Алексей, как разрезание там чего-то вдоль? Да нет, все обычно, по классике. Почистить его, распотрошить. Можно сделать там насечки, если крупная рыба, чтобы быстрее готовилась. Можно, если совсем крупная, порезать на стейки, стейками зажарить, либо запечь. Стейки с карася? Почему бы и нет. Никогда не слышал, правда. Для меня стейк это что-то из богатой жизни. Куда нам, лево-право? Нам прямо... Почему мы именно туда идем? Там у вас какой-то блат или что? В блата никакого нет. Есть просто проверенный продавец, поставщик, который всегда выдает качественный продукт. То есть мы достаточно давно работаем. То есть в ресторанах всегда качественная свежая рыба. А я как хозяйка хочу прийти, как мне понять, куда лучше подойти, к какому прилавку. Где то самое рыбное место, да? Ну, как я говорил, основной показатель свежести это рыба должна быть живая. Ты еще рыба. Здравствуйте. С рыбным чебергом вас. Благодарю. Что у вас есть? Есть карп, мой любимый, есть толстого. Есть толстого. Амуричи. Амурные дела. Это та рыба, которую нам отложили. Сейчас мы ее выложим на прилавку. Да, оказывается, мы с Настей негаданно-нежданно пришли туда, куда нас вел Алексей. Самое рыбное место. И вот мы здесь находимся. Эти два живых карася. Давайте определять их свежесть. Давайте. Как это? Мы видим, что рыбка с нами здоровая, значит, она свежая. Приветствует холостого. И вот она поднимает джабра, она говорит нам, привет, привет, купите меня. Возьмем два. Два карася. И двумя разными способами приготовим сегодня. Здорово. А вот икру, кстати, вот как ее применить? Икру можно готовить. Сегодня мы не будем это готовить. Ну, есть такой рецепт. Икра отделяется, прочищается, промывается, добавляется яйцо, мука и делаются такие... Добавляются черные икры. Я готов. Опять что-то из богатой жизни добавилось. Рыба выбрана. Теперь нужно ее почистить. Мы этим будем заниматься? Ну, я предпочитаю все-таки рыбу дома не чистить, а заказывать эту услугу у продавцов рыбы. Я представила сейчас лица жен рыбаков, которые, ну, ж я радуется, что они наловили, а потом что с этой рыбой делать, ее потрошить, ай-яй-яй, как я вас понимаю. Для этого нужно заказывать услугу у Натальи. Так, я знаю, что нам нужно для приготовления этой еды карась, петрушка, укроп, лимон, приправа для рыбы, масло растительное, лук, репчатый, морковь, перец болгарский, чеснок. Кому-то будет плохо. Чесночный. Милосты просим, на рынок идем вдоль прилавков. Лавка. Вас сейчас показывают по первому перенестровскому программе «В путь». Вы сможете нам подарить помидоры? Дайте вам. Можно нам выбрать штук пять? Сейчас мы сделаем цветные. Он же пять того, пять того, пять того. Когда он понял, что можно бесплатно, это он сказал и домой себе. Как вы считаете, наглость это второе счастье? Конечно. Пять, спасибо. У меня есть пять рублей. Если вы не умеете считать, на рынке делать нечем. Четыре. Рубль мне идет. Без зелени никуда. Идемте. Ну, когда зелень при мне. Ой, груша, здравствуйте. А эту грушу, которую можно скушать или нет? Понял. Я ищу ту, которая висит в груши, нельзя скушать. Кстати, можем взять... Красный лук. Знаешь, как проверить, насколько я хороший человек. Если прохожу, если капуста делаю... То капуста настоящая, да? Все забудь, да, да, да. А говорят, молочные продукты с рыбой лучше не употреблять. Ты про сметану? Да. Ну, вот и не будешь есть. А как же легендарные карасики в сметане? Нет, знаете, что я в сметане? Я скумбрию, как бы. Скумбрию, сметану. Оригинально. Ну, мы сметану... Простите, поэтому такая стройная. Кабачок домашний. Кабачок, да, ну? Да, у нас такое сегодня правило, надо подарить. Кабачок зовут Андрей... Ой, Артем. Кабачок, Артем. Мало чего, общего, конечно. Вот вам секрет, если хотите пройти вот так вот... Я вам подарю, я вам подарю. Берите камеру первого преднестравского и приезжайте на рынок. Идеальный способ. Ну что, круг почета по центральному рынку мы уже сделали. И возвращаемся за рыбой. Нам сказали, что рыба готова. И все продукты мы тоже закупили, сейчас самое время отправиться... Рассчитался. Это делаю я. Можно? А мы переместились на базу отдыха. Дача мы здесь будем сжечь. Так, прощай, Буратино. Поджигайте. Так, пока будет заниматься огонь, мы будем плавно переходить к приготовлению всевозможных ингредиентов. Лук, мы взяли вот такой привычный. Вы сказали, нужен красный. Почему красный? В чем различие? В цвете. Маленькие деревья. Морковь. Лимончик. Лимончик один. И та самая рыбендра. Берется обычное масло. Растительное, подсолнечное. Можно взять оливковое, кто как любит. Добавляется какая-то зелень. В данном случае тут гималайская соль, чеснок. То есть соль прям в гранулах. Да. А, это соль, да? Я думал, что это креветка. Это для понта или для аромата? Это ароматное масло. Просто я пользуюсь вот этим маслом. Я когда готовлю, я всегда много специи бросаю. Серьезно. И поэтому всегда вкусно, да? Перебивает то, что подгорело. А если прям мои специи не помогут, то помогает майонез. О, как горячо мне. Если я буду пострижен на одну сторону сегодня, то не удивляйтесь. Свиньё запахло. А, это? Это ты? Я. Как будто фрегушер. А ну-ка, можно понюхать? А где потом? Оно сейчас закрыто, мы его перелим. Горячее масло. Заливаем любые, допустим, в зелень укроп петрушку. Пробиваем блендер, вы процеживаем. Он будет нести аромат именно вот этой зелени. Ну, через пакет пока не выдает. О, базилик у нас будет. Да, перчатки. Какая красота. Можно вкусить. Давай, понюхать. Как тебе аромат? Что-то чувствую. Что-то, что-то. У нас тут такие два специалиста. Сейчас подрежем овощи. Настя, ты отправляешься мыть. На помыть. Да, а я режу лук. Я обычно отрезаю края. Мне так удобнее. Потом я режу пополам. Ну, слава богу, у нас лук еще есть. Если что, чищу сразу края. Я тебе просто показываю мастер-класс. Шунуху котам. И теперь как? Так нормально? Я возьму на вооружение этот способ. Серьезно, это очень удобно. Я тебе честно говорю. Ты знаешь, почему называют четверг рыбным днем? Почему? А, я думаю, ты знаешь. А, нет. Чем нафаршировать перец? Когда нет риса и мяса? На одежде. Есть очень полезный лайфхак поварской. Да, какой? Что нужно сделать, чтобы... Секундочку остановить. Чтобы не было вот этого момента. Нет, не знаю. Надо подложить что-то мокрое под низ. Делаем лайфхак. Да. Досточка уже никуда не поедет. Половину перчика мы оставляем на овощи. Для одного блюда? Да. Да, спасибо. Есть. А это произвольная нарезка. О, сейчас будет сердечки. Знак первого преднестровского. Давай свой длинный язык. Для начала. Смотрела фильмы про Стивен Селегало? Ой, про Стивен Селегало. Так, он убежал. Главное не на себя, а туда. О, класс. А еще на солнце. Так, мы помыли их, да? Одна у нас идет в фольгу. Правильно понял? Да. Одна в фольгу, а одна на решетку. Просто будем ее запекать. Из сметанки мы сделаем соус. Можно кортик? Да, пожалуйста. Пусть будет чесночный. Теперь, это, кстати, мой любимый нож. Теперь он будет называться кортик. Хоть что-то приятное. Он был ноуным, а теперь будет кортиком. Смотрите, программа «В путь» дает имена. В прошлой программе мы дали имя теленку. Да. Новорожденному. Теперь ножику. Да, дальше. Для шеф-повара нож это его... Вторая рука. Ну, если у него одна. Если одна, то первая. О, соль. А почему, не делаешь так, как этот... Да, не, а зачем? Борзый. Это его... И вот, пишем. Кстати, ту рыбку, которую мы будем запекать, мы не будем резать. А ту, которую будем жарить, будем резать. Сделаем. Давай, покажи. Как мы сегодня много раз слышали, что все надрезают. Вот в этом и есть секрет карасяка, который потом не будет костлявым? Нет, в этом секрет более быстрого приготовления этого карася. А веришь в это, если пересолил, то влюбился? Конечно же, нет. Уже, скажем так, измельченный. Ты обещал им мешать? Мешай. Ну, по сути, у нас все неплохо получается. Так что, если так же хотите, приходите на дачу, зовите нас, мы приготовим. Четыре руки. Возьмем расчет и уедем. Четыре руки. Ты не хочешь, ты был Леша? Или ты меня не берешь в расчет? Креветочное масло, да? Да. Как его назовем? Да. Ой, ой, какой аромат. А я опять буду мешать. Да. Еще один лайфхак, как приготовить, скажем так, лук на гриле, чтобы он не рассыпался, мы его не потеряли. Его надо зафиксировать. И теперь между ними режем. Знаешь, как в ресторане, скажем так, выделываются, они все режут под углом. Понял. А, так моя мама делает. Я понял, что она теперь, ну, показывается, моя мама просто выделывается все время. То есть, и вот эта нарезка, она смотрится выигрышнее. Хотя, по сути, одно и то же. Теперь половину лимона нарезаем под 90 градусов. Услышал. Ну, не понял. Нет, это 45. Так, понял, человек. Лимон такая классная вещь. То есть, он придает благородство любой рыбе. Так, это рыба, которая у нас с овощами. Как много времени надо на приготовление? Пока не приготовится. То есть, визуально и... Ну, ориентирующийся минут 15-20. Ну, то есть, должен быть выделяться прозрачный сок. Для этой, так как она с овощами, то есть, понадобится, наверное, минут 30 у нас, чтобы оно все пропеклось, так скажем. Ну, я всегда мечтал, как в передачах. Это для нас так долго будет тянуться время. А для вас один хлопок, и все будет готово. Раз, два, три. Вот они, две красавицы, загорелая и сочная. Да, а имя им Артемин. Идемте кушать. Так, начнем мы с загорелой. Как это, как? Своё хвалить не очень красиво, конечно, но это очень вкусно. Поверим. Дорогие зрители, мы вам вот что скажем. У нас, к сожалению, стыдится солнышко, и очень разогрался аппетит. Мы говорим вам, что это было вкусно, с слов нашим Алексеем. Наши глаза подтверждают ваши слова. Вам большое спасибо. Вам спасибо за просмотр. А вы пока смотрите концовку нашей программы, ну, а мы будем торопедничать. Всем пока. Сейчас будет концовка. Поехали. Вот и подошел к концу наш вкусный выпуск. Я вам показал, на что нужно ловить рыбу. Рассказала, с кем лучше порыбачить. Как ее выбирать. И показали вам с Настей, как ее нужно готовить. Слушай, вот жалко, что он не каждый четверг рыбный четверг. Вообще-то, каждый четверг рыбный. Жалко, что у нас каждый четверг разные темы. Ну, тогда до встречи в следующий четверг. Это был Путь по-новому. Увидимся совсем скоро. Надеюсь, он будет местным. Надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова